что касается того что же например можно сделать такое зло происходит допустим убивают допустим невинных людей как это все можно остановить много чего можно сделать например начиная с того что как пророк алиса сам сказал кто-то на если видишь зло останови его рукой если не можешь остановить словом если не можешь останется хотя бы сердцем то есть каждый может что-то на своем уровне сделать и одно из первых таких важных моментов для помощи невинным которую убивают умирает в этих на 8 каких-то конфликтах и так далее и даже вообще для того чтобы человечество для того чтобы человечество чуть отдохну от этих войн это отказ от ростовщичества то есть не давать и не брать деньги по проценты потому что из основа источником всех вот этих многих революций войны тогда две фразы являются первое что мне с того если кто-то по умирает голоду и когда я сыт и 2 ты работая а я буду есть то есть именно ростовщики чем занимаются они как-то в основном да это дают человеку под проценты деньги человек работает и они наживаются на этом но в жизни же всякие ситуации бывают например не пошел делал как человек хотел иногда может вообще ничего не заработал но он все равно обязан вернуть деньги и сверху еще процент верну то есть такая ничего не делая зарабатывать деньги не зарабатывает а просто грабят людей получается мало того что грабят потом эти используем полученные средства куда использую для разжигания войн всяких конфликтов всяких таких непонятных организаций комитетов разрушающих человечество использует что говорится то есть расставщичество проценты это абсолютный вред для ислама проценты лень рождают гасят рабочее воодушевление двери процентов и их местилищ которыми банки являются если будут постоянно доходно выгодно кому-то то даст для самой плохой людской части и они бога отступники и среди тех безбожников доходно их самой плохой часть и они это гонитатели тираны доходы непрерывно для самой плохой части тиранов и они кутила то есть именно люди которые безнравственные для мира ислама только лишь вред от них на взгляд шариата не несут благополучие они никакого для человека и для человечества ведь безбожник из мира неверных групп и нечестен в крови у него разорить разорение постоянно то есть не будет на месте еще стоит то есть полученные эти средства будет использовать для разрушения небо благо а именно что для разрушения будет использовать кроме того допустим если взять и словом может человек например донести как-то объяснить ситуации людям потому что пропаганда тоже очень сильно идет и допустим почему скажем подвергается верующие люди этим всем несчастьем трудностям в этом как бы и причина вот этих несчастье а с одной стороны и с другой стороны с причиной способ исцеления когда например мусульмане верующие люди перестают соблюдать ислам отдаляются от веры от имана на них обрушивается несчастье в меру в одной из книг бендиузамана бендиузамана спросили во время первой мировой войны такой вопрос был отчего постиг мусульман этот голод эти потери имущества эти физические тяготы я ответил всевышний заповедал нам чтобы мы десятую или же сороковую часть поддарована им же имущество давали беднякам чтобы он дал нам возможность их молитвами снискать их благословение и оберег нас от вражды и зависти мы же из-за своей жадности спас купившись не дали всевышний забрал у нас этот накопившийся закат из обязательную милостыню из сорока тридцать из десяти восемь когда не уплачивает закат что происходит потом теряет намного больше и еще повелел нам ежегодно всего лишь один месяц совершать голодание то есть пост заключающие в себе 70 мудрости мы же пожалели себя не стали совершать это временное приятное голодание всевышний заказание за это принудительно в течение пяти лет заставил нас держать своеобразный пост заключающий в себе 70 разных видов несчастье и еще повелел чтобы мы всего лишь один из двадцати четырех часов отдали приятному и высокому святому и полезному божественному служению то есть намазу мы лежит мы же поленившись не стали самих этот намаз эту молитву смешал один единственный час другими потеряли его всевышний в качестве расплаты за это заставил нас течение пяти лет военными обучениями а указаниями и суетой совершать своего рода намаз то есть и в имане именно допустим такие книги как риса ли но эти истины познавая соблюдая закат 8 пост намаза что получается ума оживляется и эти причины этих несчастья уходят и всевышний аллах дает победу то есть каждый человек он есть более значим серьезно соблюдать ислам он уже помогает тем невинным которые находятся в палестине просто даже два дела допустим после намаза соблюдает ислам он что делает помогает своего рода палестине и еще один момент что необходимо таких ситуациях допустим когда например с какой-то нападение скажем данном случае сианистов там или каких-то безбожников и так далее необходимо что делать очень важное правило очень важный принцип соблюдать забыть и прекратить междоусобные раздоры во время появления и натиска внешних врагов то есть когда внешний враг есть уже там шииты суниты таких взглядов других взглядов какие бы ни были там между верующими проблем это надо уже оставить что же случилось с теми кто претендует на служение этому исламскому обществу ведь в то время когда имеются бесчисленные враги которые готовы друг за другом напасть они не забывая мелочную взаимную вражду подготавливает почту для нападения врагов это положение является каким-то упадком какой-то дикостью и некой измены против жизни мусульманского общества один поучительный рассказ то есть в истории один интересный раз случай был кочевом племени хасинан имелись два рода враждующих между собой несмотря на то что они убили друг у друга возможно более 50 человек то есть у одного племени на два рода когда на них нападали такие племена как сипкан или хайдеран то есть какие-то другие племена то эти два враждующих рода забыл в старые распи и помогая друг другу не вспоминали о междоусобной вражде пока не изгоняли то вражеское племя о верующие люди знаете ли вы сколько существует времен врагов готовых напасть на племя верующих людей словно круги внутри друг друга существует наверное более ста разнообразных кругов неприятелей и когда верующие должны занять оборонительную позицию сплачиваясь протянуть друг другу руку помощи против каждого из них будет ли хоть каком-нибудь отношении приличествовать верующим людям корыстная пристрастность и злобное упрямство которые облегчают их натиск и открывают продать для их врата для их вторжения священные границы ислама существует множество разнообразных недругов которые начиная от заблудчих и безбожников и до мира неверных до различных страхов и бедствий всего мира один другом заняли против вас неприятельскую позицию и друг из-за друга смотрят на вас гневом и яростью твое мощное оружие твоя защита и крепость против них всех них исламское братство пойми же что расшатывать мелочной враждой и под всякими предлогами эту крепость ислама насколько это противоречит совести делу ислама очнись то есть именно так во время такого нападения что нужно оставить хотя бы на время какие-то именно внутренние какие-то разногласия и так далее даже достоверном хадисе право бассейн сказал что в конце света даже верующие христиане объединятся с мусульманами чтобы противостоять общим врагам потому что если взять допустим скажем китай там безбожники уничтожают они только мусульман там уничтожили убивать не только мечети разрушает но и христиан тоже предпочтет вообще поверил бога или допустим эти сионисты сейчас смотришь за 8 они бомбят не только же мечети они есть церкви также с таким же успехом разрешают для них нет разницы допустим а там всех других людей они готовы уничтожить поэтому верующие люди должны друг друга поддерживаться сувору на кельцаре хамбер Субтитры создавал DimaTorzok